О том, что такое, когда нет воды, хорошо знают жители одной из улиц села Родниково и Симферопольского района. Они уже запросто могут поделиться навыками выживания без элементарных удобств. Водоснабжения нет здесь больше месяца. На водонапорной башне, которая обеспечивала округу живительной влагой, вышло из строя оборудование. Как местные приспосабливаются к сложившейся ситуации, выясняла Ирина Гратила. Эта водонапорная башня обеспечивает село Родниковое водой. Точнее сказать, обеспечивала. Уже почти месяц местные жители вынуждены ездить за запасами в город и ближайшие деревни. На этой самой водонапорной вышке, которую обеспечивает ЧП «Спутник Сервис Плюс», просто-напросто сгорел мотор. Семья Давлетовых живет на самовольном участке Темели, который находится в Родниковом. Колодца у людей нет, поэтому приходится пополнять запасы воды в магазине или вообще ездить к родственникам в соседнее село. Такое неудобство приобретает совсем другие масштабы, если речь идет о семье с тремя детьми. Очень тяжело без воды. Трое деток не постирать, не попить хорошую воду. Дел же много. Стирать и посуду мыть. Это же все. Это очень проблемно, если нет воды. У нас никогда такого не было, чтобы так затянуть с водой. Вроде сказали, какая-то поломка, дали на неделю, а потом опять. В основном у селян во дворах скважины. Но вода в них техническая и употреблять в пищу ее не рекомендуют. Таким образом, даже наличие колодца существенно не облегчает жизнь. У нас в колодцах тоже вода не очень хорошая. Ее пить практически нежелательно. А тут артезианская, тут более почище вода. Ну, пьем, когда уже нечего пить. Пьем, а что делать? Местные жители ждут каких-либо изменений уже больше трех недель. В сельсовете обещают все решить, как только будут деньги на устранение неполадки. Пока их нет, селянам придется и дальше рассчитывать только на себя. Ирина Грозила, Денис Тищенко. Время новостей. Симферопольский район. Пока этот сюжет готовился к выпуску, появилась и реакция сельсовета. Там вопрос пообещали решить совсем скоро. По крайней мере, необходимую сумму выделили. И местные коммунальщики для водонапорной башни уже получили новый мотор. По их словам, ремонт займет не более двух дней. Так что совсем скоро местные жители смогут вспомнить о преимуществах центрального водоснабжения.